Цены, учеба, трудоустройство, предпринимательство. Жителям Тимиртау по актуальным вопросам были даны разъяснения на организованных панельных сессиях. В качестве спикеров были приглашены как представители местных исполнительных органов, так и общественные деятели. Подробнее далее. Молодая девушка, и не только молодая девушка, но и взрослые, которые ищут себе работу. Сессии проходили в онлайн-формате. Жители могли напрямую общаться и задавать интересующие вопросы. По большей степени людей интересовали инициативой в связи с выступлением президента Касым Жомар Тукаева 11 января на заседании в Можилисе парламента. Тема занятости молодежи, снижение уровня безработицы – одна из острых. В этом, как рассказали, помогает ряд программ, в том числе первое рабочее место. Первое рабочее место у нас функционирует с 2021 года. Мы планируем и направляем людей в возрасте до 29 лет. Данное рабочее место создается с целью получения профессиональных навыков и умений лица, который не имел трудовую деятельность. На 2022 год у нас запланировано создание 30 рабочих мест по первому рабочему месту. Заработная плата составляет 30 расчетных местных показателей. Это 91 890 тенге, с учетом всех налогов. Руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Гаку Искакова разъяснила вопросы, касающиеся регулирования цен по социально значимым продуктам. Директор Тимиртауского филиала палаты предпринимателей Атамикен Азиз Уразулы рассказал о мерах поддержки бизнеса. На сессии дал ответ на интересующие вопросы представитель управления полиции города Тимиртау. Население интересовало безопасность, а именно видеонаблюдение в городе. В этом году, на следующий год, в плане заложенной еще будут устанавливать камеры. Сейчас в основном установили на центральной улице. Центральная улица – это проспект Металлургов, республика полностью, выезда города, центральная улица. Поэтому в плане «Есть» еще будут устанавливать камеры по меру выделения средств в бюджете. Подобный формат встреч оказался удобным и полезным, поэтому и дальше будет продолжен.